На повестке дня заседания комиссии по профилактике преступлений и иных правонарушений в администрации округа несколько вопросов. В начале совещания говорили о проводимой работе по противодействию нелегальной трудовой деятельности профилактики правонарушений, совершаемых мигрантами. За 9 месяцев текущего года составлено, приучено лиц к административной ответственности. Весьма актуальная тема заседания – состояние профилактической работы с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы, а также осужденными, в отношении которых судом установлены ограничения, то есть административный надзор. Все осужденные после постановки на учет в течение 10 дней проверяются по месту жительства сотрудниками инспекции совместно с участковыми полномочиями полиции. В дальнейшем – в межеквартале. В этом освободившемся из мест лишения свободы, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено оказание экстренной социальной помощи. Выплата назначается на основании заявления гражданина, освободившегося из мест лишения свободы, зарегистрированного постоянно в городском блоке Щелково, при предоставлении пакета документов, предусмотренных в порядке оказания экстренной социальной помощи. Так, по итогам обсуждения, комиссия пришла к выводу о необходимости дальнейшего взаимодействия правоохранительных органов с сотрудниками социальной защиты в целях повышения эффективности адаптации и социализации бывших заключенных. Особое внимание было уделено трудоустройству освободившихся из мест лишения свободы и контролю над ними. Две федеральные структуры поработали, это инспекция и социальная защита, они должны свериться, полностью уточнить все списки. Мир меняется, скажем так, и социум весь меняется, и отношения людей, и, скажем так, правовое поле и все прочее. То есть проще, и поэтому нужна рука помощи. Обсудили и тему пресечения правонарушений при осуществлении продажи алкоголя, а также результаты проводимых мероприятий надзорными органами относительно этого вопроса. За 9 месяцев проведено 27 мероприятий, направленных на пресечение данных правонарушений, в ходе которых выявлено 149 факторов нарушения антиалкогольного закладательства, из них 139 факторов нарушения правил розничной продажи алкогольной спиртосодирающей продукции и 3 фактора нарушения правил оборота кинового спирта алкогольной продукции. Анна Балиет, Александр Ржевский, Щелковское телевидение.